Давайте проверим звук. Пожалуйста, поставьте плюсики в чате, если меня слышно. Хорошо, спасибо. Сегодня мы с вами продолжим учиться работать в вики-среде. Но прежде я бы хотела остановиться на следующих моментах, выявленных в процессе работы в первом модуле нашей мастерской. Какие-то моменты уже озвучила Елена Григорьевна. Я хочу еще несколько вещей сказать. Итак, вы все уже познакомились и поработали в Google таблице «Шаги к успеху». В процессе работы в данной таблице возникали некоторые сложности у участников курса, а именно, как ответить на комментарии куратора и как сделать так, чтобы куратор поскорее увидел, что задание исправлено и проверил его. Что нужно делать? Порядок действий такой. Вы зашли в таблицу «Шаги к успеху» и увидели, что в строке с вашей фамилией есть ячейки, окрашенные в желтый или красный цвет. Но это при условии, что вы уже данное задание выполнили, написали, что вы его выполнили, куратор проверил и окрасил ячейку в желтый или красный цвет. Что это означает? Это означает, что задание не выполнено, если цвет красный, ну, либо нет доступа к документу, и мы не можем вообще посмотреть это задание. Либо, что есть замечание к выполнению задания, это желтый цвет. Что вы делаете? Вы наводите курсор мышки на ячейку, вот на конкретную ячейку, которая окрашена, допустим, вот в красный цвет, как здесь на экране я сделала скриншот. После исправления замечаний, допустим, вы прочитали замечание, да, вот в данном случае нужно заполнить страницу, да, вы заполнили свою личную вики-страницу, исправили, да. Как вам дать нам понять, что вы это сделали? Вы еще раз заходите в таблицу «Шаги к успеху», наводите мышку на ячейку, появляется комментарий, да, в данном случае Лена Григорьевна написала комментарий. И вот видите, снизу, сейчас я тоже указку возьму, ниже вот окошечко, оно само открывается, вот в это окошечко вы пишете, например, заполнила, исправила, посмотрите, пожалуйста, что угодно. Здесь же вы можете написать ваш вопрос, допустим, вы не поняли, что мы от вас хотим, вы можете уточнить что-то, что угодно, что вам нужно у нас узнать, можете здесь написать. И после этого нужно нажать кнопку зеленую «Ответить», и комментарий сохранится, и автоматически он приходит на нашу почту. Таким образом, мы намного быстрее увидим, что конкретно, вот в данном случае, допустим, да, Ковалева Лидия Николаевна выполнила задание, его можно проверить. И мы заходим и проверяем задание. Дальше, если задание действительно проверено, мы отмечаем эту ячейку зеленым цветом и удаляем комментарий. Если что-то не доделано, мы пишем дальше в ответ комментарий. Вот это нужно сделать. То есть вот такой порядок. И, пожалуйста, мы просим вас после исправления задания обязательно это писать в ячейке к заданию. Ну, вот то, что я сейчас сказала, да, чтобы все быстрее проходило. Иначе мы, как кураторы, должны каждый день по нескольку раз прощелкивать все ячейки желтого и красного цвета просто так. И проверять, сделали задание, не сделали задание. Это занимает очень много времени и нашего, и вашего. Также мы просим вас внимательнее работать в таблице, вот в этой гугл таблице «Шаги к успеху». Были случаи, когда участник писал свои комментарии в соседней, в чужой ячейке, как правило, выше на одну строку, либо ниже. И возникала путаница. Мы пока разобрались, в общем, человек, которому я писала комментарии, вообще не понял, что я от него хочу. Оказалось, что это соседний человек на соседней строке должен был это все услышать и выполнить. Будьте внимательнее, пожалуйста. И вот сейчас из чата я прочитала, что даже были такие случаи, когда кто-то случайно, видимо, просто удалял чужую ссылку в чужой ячейке. Пожалуйста, будьте внимательнее, еще раз призываю вас. Еще один момент, о котором я хотела сказать. Многие участники мастерской уже попробовали поработать на портале Вики Сибириада. Я сейчас имею в виду новичков, кто раньше не работал там. Они смогли зарегистрироваться, заполнить свои личные страницы и даже написать кураторам сообщения в Вики. Это просто замечательно. Мы очень рады, что у вас получилось. Но мы просим вас, когда вы пишете сообщения, не обязательно кураторам, кому угодно, вы пишете сообщения в Вики, подписывайтесь. Мы, как кураторы, сможем понять, кто нам написал сообщение. Но далеко не все участники Вики смогут это сделать. А так как у нас мастерская называется «Сетевые акции», мы в итоге должны с вами научиться разработать свою сетевую акцию. Если все будет замечательно, вы дальше будете проводить эту сетевую акцию, вам придется очень много писать сообщений участникам вашей акции. И, соответственно, вы должны тоже будете подписываться. Иначе человек не поймет, кто ему написал, куда ему писать ответ и так далее. Поэтому очень важно это. Как подписаться в Вики? Я сделала скриншот. Вот посмотрите. Так, а где моя указка? Вот она. Значит, вы зашли на страницу обсуждения того человека, кому вы хотите написать сообщение. В данном случае, ну, допустим, я пишу сообщение кому? Татьяне Орловой. Это ее страница обсуждения. Я открыла режим «Правка». Вверху страницы написала сообщение. Обратите внимание, пишите всегда сообщение вверху страницы, не внизу, потому что вниз, ну, это очень неудобно. Обычно люди сразу смотрят, открываются страницы, и сразу перед глазами новые сообщения. Это так удобнее. Значит, вы пишете вверху страницы ваше сообщение, и дальше вам нужно подписаться. Причем подписаться так, чтобы была ссылка, куда вам ответить, куда вам написать ответ. Это делается очень легко. Вам достаточно, вот вы написали, допустим, Татьяна Сергеевна, здравствуйте. Оставляйте курсор мышки после восклицательного знака, да? Дальше нажимайте кнопку в меню, в панели меню, вот она, вторая справа. Эта кнопка, если присмотреться, тоже похожа на какую-то подпись, да? Эта кнопка подписи. Когда вы нажимаете эту кнопку, у вас появятся вот такие значки. Два тире и четыре вот таких загогулина. Не знаю, как по-другому назвать. Это автоматическая подпись. Это такие значки должны быть. После того, как вы нажмете «Записать страницу внизу», у вас автоматически появится ваше имя, фамилия, вот как называется ваша личная страница, и ссылка автоматически будет сделана на вашу страницу. Таким образом, человек, которому вы напишите, он сразу увидит, кто ему написал и куда ему отвечать. Он перейдет по этой ссылке и ответит вам. И связь будет прекрасно работать в этом плане. И еще одна просьба. Если вы задаете кураторам мастерской вопрос, неважно, пишете ли вы в Вики или на электронную почту, указывайте, пожалуйста, ссылки на документ, о котором идет речь. Или на страницу Вики. Если вы пишете, что у вас что-то не получается, на странице Вики, допустим, какой-то. Прямо в письме можно разместить ссылку. Пусть она будет большая, некрасивая. А мы перейдем по ней и поймем, в чем суть вопроса. Мы часто получаем письма в рамках мастерской, из содержания которых непонятно, в каком документе у вас что не получается, какую именно анкету вы не можете заполнить, на какой странице Вики вы что-то не так сделали и так далее. Тем более, что сейчас начинается второй модуль мастерской, кто-то будет доделывать задание первого модуля, кто-то будет делать задание второго. И это просто ускорит процесс, опять же, более точное предоставление информации, ускорит и нашу, и вашу работу. И еще информация, о которой я говорила об этом на предыдущем вебинаре, но так как в мастерской есть еще коллеги, которые только приступили к выполнению задания первого модуля, только зарегистрировались в Вики Сибириаде, я хотела бы еще раз напомнить о том, что существует такой визуальный редактор. Его необходимо отключить при регистрации. То есть вы только если недавно зарегистрировались и этого не сделали, мы рекомендуем вам это сделать. Это делается один раз, настройки сохраняются. Как это сделать? Вы видите на слайде, я сейчас не буду на этом останавливаться. Это очень облегчит вашу работу в дальнейшем. Ну и наконец-то переходим к заданию уже второго модуля, мастерской, где вам необходимо будет создать Вики-страниц читательского дневника. Как это сделать? Открываете на портале Вики Сибириада вашу личную страницу, входите в режим правка, вы все это уже умеете, и в разделе «Мои следы в Вики Сибириаде» либо какой-то другой раздел, подходящий по смыслу, потому что у нас есть люди, которые давно работают в Вики, они сами уже правят свои страницы, вы в двойных квадратных скобках пишете электронный читательский дневник, касая черта и ваша фамилия, имя, отчество. Или можно без отчества. Например, как здесь показано на слайде, вот двойные квадратные скобочки, и в них электронный читательский дневник, касая черта Петрова Ирина. После чего вы сохраняете эти изменения, как обычно, записываете страницу. Чтобы не набирать квадратные скобки вручную, на панели инструментов в режиме правка есть кнопка АВ. Я говорила уже об этой кнопке на прошлом вебинаре, но я повторюсь. Вот она, эта кнопка. Очень просто ею пользоваться. Когда нажимаете на нее, появляются автоматически двойные квадратные скобки. А вы внутри них уже пишете то, что вам нужно. Итак, на сохраненной личной странице вы видите красную ссылку. Вот таким образом у вас получится. Она будет красной в любом случае. Красный цвет означает, что на данной странице пока ничего нет. Вы щелкайте мышкой по этой красной ссылке и переходите на новую страницу. Страница откроется сразу в режиме редактирования. Очень похоже на то, когда вы свою личную страничку создавали. То же самое было. Вот будет написано редактирование, электронный читательский дневник, ваше имя, фамилия. И пустое окно. И будет видна вот эта панель меню. Что вы делаете дальше? Вы копируете и вставляете в это пустое окно шаблон электронного читательского дневника. Вот здесь он уже вставлен. Посмотрите, вот так он выглядит. Где вам взять этот шаблон? Вам нужно перейти на страницу второго модуля нашей мастерской. И в разделе «Что делаем» жирным шрифтом выделен этот шаблон. Вам нужно скопировать полностью, включая фигурные двойные скобки, вот эту вот надпись. Вот она здесь скопирована и вставлена. Посмотрите. После этого вы, как обычно, нажимаете кнопку внизу, чтобы сохранить ваши изменения. И после этого у вас шаблон сам автоматически развернется. И вы увидите вот такую картину. Это не полная страница. Там ниже еще есть информация. Просто не было возможности полностью страницу, скриншот сделать. Примерно вот так будет. Вот ваша страничка электронный читательский дневник, допустим, Петрова и Ирина. И вот так вот у вас развернется шаблон. Здесь будет юзербокс нашей мастерской. И дальше вот такой шаблон. Обратите внимание, в режиме «Правка» вы можете входить в каждом отдельном разделе дневника. Если нажмете ссылку «Правка» справа у конкретного заголовка, это облегчает работу, особенно когда на фиге страницы будет много материала, пока она у вас пустая в данном случае. Допустим, вы хотите сделать ссылку на вашу личную страницу. Вот здесь есть раздел «Автор читательского дневника». Здесь вам обязательно нужно сделать ссылку на вашу личную страницу. Я позже расскажу, как это делается. Вы можете войти в режим «Правка», нажав вот в самом верху вот эту кнопку, да, как обычно. У вас полностью страница откроется. Вам придется найти нужный раздел и в нем эту ссылку делать. Либо вы можете, вот видите, здесь тоже у каждого раздела есть ссылки «Править», «Править». Иногда это удобнее. Допустим, вам, чтобы не засорять, когда много информации, сложно ориентироваться, вы просто вот этот раздел видите, нажимаете «Править», и у вас откроется только этот раздел. Там будет намного меньше информации, и вы сможете написать то, что вам нужно. На прошлом вебинаре я уже упоминала о внутренних и внешних ссылках на Вики. На слайде показано, каким образом их оформлять. Информация на данном слайде сгруппирована таким образом. Слева вот такой условный столбик, как оформлять внутренние ссылки на Вики, а справа, как оформлять внешние ссылки на Вики. Внутренние ссылки – это ссылки на страницы Вики Сибириады. Внутренние ссылки обрамляются по следующей схеме. В режиме «Правка» в двойных квадратных скобках, вот такая схема, вот она, сначала идет название страницы, на которую вы делаете ссылку. Лучше это название скопировать. Не пишите его вручную, потому что бывает так, что пробел какой-то пропустите, еще что-то, и ссылка не будет работать. Проще скопировать название страницы, на которую вы хотите ссылку сделать. После этого без пробела вы ставите вертикальную черту, и после нее пишите текст, ссылки, который будет отображаться на странице в режиме чтения. Например, ссылка на личную Вики-страницу участника в режиме «Правка» будет выглядеть вот так. Здесь я показала на примере страницы Елены Григорьевны. У нее страница называется вот так «Участник». Участник здесь, здесь ошибка «Участник» Елена Слутнева, вот ее страница. Вы копируете название вашей личной страницы полностью вместе со словом «Участник». Вставляете в первую часть, вот сюда, в двойные квадратные скобки. Дальше ставите вертикальную черту и пишите то, что должно отображаться. Можно здесь написать «Елена Слутнева», «Елена Григорьевна Слутнева» и так далее. Вот что вы здесь напишите, то и будет здесь отображаться. Так, а в режиме «Чтение» будет вот так ссылка выглядеть. Просто имя, фамилия, и если нажать, то ссылка провалится именно на страницу участника. Внешние ссылки. Внешние ссылки – это ссылки на ресурсы сети интернет, то есть на любые другие ресурсы, не на Вики. Оформляются внешние ссылки таким образом. Здесь уже одинарные квадратные скобки, видите, отличия. В одинарных квадратных скобках сначала идет ссылка на внешний ресурс. Вы копируете с браузерной строки, как правило. Дальше ставится пробел и затем видимый текст ссылки, то есть то, что при сохранении будет читаться. На слайде вы видите примеры, как это выглядит в режиме «Правка» и в режиме «Чтение». Вот в режиме «Правка», допустим, вот ссылка идет, потом пробел, дальше название – блок «Осенний калейдоскоп». После того, как вы сохраните, в режиме «Чтение» будет просто виден блок «Осенний калейдоскоп», но он будет работать как ссылка. Рассмотрим еще один пример. Возьмем читательский дневник, где вам необходимо указать автора дневника, непосредственно ваше задание. То есть вам нужно дать ссылку на вашу личную страницу в Вики-Сибириаде. Получается, это у нас будет внутренняя ссылка. Вы открываете вашу личную страницу сначала в Вики, копируете название вашей личной Вики-страницы, включая слово «Участник», то есть вот это полностью копируете. Далее переходите на страницу электронного читательского дневника, входите в режим «Правка» и вставляете скопированное в раздел «Автор читательского дневника». Вот как в этом примере. Вставляете в двойные квадратные скобки. Далее выделяете вставленное, вот как вы выделяете текст, который хотите, например, скопировать. И нажимаете кнопку «АВ». И у вас вот это, то, что вы скопировали, появятся двойные квадратные скобки с двух сторон. Внутри квадратных скобок после имени участника вы ставите вертикальную черту и пишете ваше имя, фамилию и сохраняете изменения. Если вы все сделали верно, ссылка должна гореть уже синим цветом. И обязательно проверьте, куда эта ссылка ведет. Вообще, я советую всегда проверять ваши ссылки, где бы вы их ни делали, правильно ли работает ссылка, не ошиблись ли вы и так далее. То есть после того, как вы все сохранили, пройдите сами еще раз по этой ссылке, посмотрите, куда она ведет. Так, идем дальше. Следующий раздел дневника называется «Информация о книге». Вот он так выглядит. Здесь вы видите таблицу, которую необходимо заполнить. С таблицами в ВИКИ необходимо очень внимательно работать. В режиме чтения все выглядит понятно и привычно для нас. Ничего особенного. Но в режиме правка нужно быть очень внимательным и аккуратным. В ВИКИ существуют разные виды таблиц. Я расскажу о работе в двух их разновидностях. Первая таблица без границ или простая таблица. Подобным образом вставляются, например, юзербоксы. На вашей личной странице сейчас размещен как минимум один юзербокс. Это юзербокс нашей мастерской. На слайде вы видите схему простой таблицы. Ну вот, допустим, первый вариант. Вот она схема. Таблица всегда обрамляется такими открывающими и закрывающими знаками. Это скобка фигурная и вертикальная черта. И дальше таблица закрывается. Вертикальная черта и фигурная скобка в другую сторону. Каждая строка в таблице начинается с одной или двух вертикальных черт. Вот посмотрите, здесь только одна вертикальная черта. Двух нет. От этого зависит граница таблицы, одинарная или двойная. В схеме прописано, где будет располагаться какая строка и какая ячейка. И вам, размещая какой-либо элемент в таблице, необходимо будет внимательно работать, понимая, что и куда вы вставляете. Каждая следующая строка будет начинаться после значков вертикальной черты и тире. Ну, допустим, вот вертикальная черта и тире. После вот этого знака начнется следующая строка ниже. Вот, допустим, в режиме чтения пример расстановки четырех юзербоксов. Видите, здесь это можно воспринять как таблицу, только здесь нет границ. Вот первая строка и вторая строка. Вторая разновидность таблиц Вики – это таблица с границами. Именно такую таблицу вам нужно будет заполнить в вашем электронном читательском дневнике. Ну, здесь пример вот такой таблицы. То есть границы у таблицы есть, они видимые. Вы видите такие же значки, вот эта схема. Вы видите такие же значки, открывающие таблицу, да, и закрывающие. Здесь ничего отличительного нет. Далее первой строкой прописаны параметры таблицы. Граница в таблице электронного читательского дневника – это все уже будет задано. Вам ничего не нужно самому сочинять, ничего не нужно менять. Можно прописать название таблицы, добавить вертикальную черту и знак «плюс». Вот здесь, да, после открывающих знаков, вертикальная черта, знак «плюс» – название таблицы. Вот, допустим, вертикальная черта, значок «плюс» – участники акции. И вот это название таблицы – участники акции. Вот так у вас будет выглядеть. После названия по логике должна начинаться следующая строка, поэтому здесь стоят уже знакомые нам вертикальные черта и тире. Далее вы видите схему таблицы. Обратите внимание, в начале строк, где должны быть прописаны названия столбиков таблицы, идут не вертикальные черточки, а восклицательные знаки. Вот, смотрите, название столбика – это вот эти вот жирно выделенные в данном случае названия. Вот здесь они прописаны, вот восклицательные знаки «фио» и «организация» в данном случае. Теперь, я думаю, вам понятно более-менее, почему мы призываем к особой внимательности при работе с таблицами. Если вы случайно сотрете один из важных значков, скобочку какую-нибудь или вертикальную черту, или тире, то вся таблица может поехать. Вообще у вас может быть не таблица, ну, что-то непонятное. Поэтому обнаружение незастающего значка, как правило, занимает много времени. В Вики есть справочная статья по работе с таблицами. Ссылку на нее я разместила в данной презентации и на странице модуля 2-го нашей мастерской. Вернемся к таблице, с которой вам необходимо будет поработать. То есть таблица, которая размещена в электронном читательском дневнике. Вот так выглядит она, еще раз посмотрим, в режиме чтения. А вот так она выглядит в режиме правка. На самом деле у вас здесь ничего сложного. Самое главное вам не стирать вот эти все значки, скобочки, вертикальные черточки. Вот это все вам трогать не нужно. Вот эти все надписи заданные, ничего не трогайте. Вам нужно просто вписать информацию в нужную строку. И мы для вас здесь сделали подсказки. Значит, первую часть, верхнюю, вы не трогайте. Это первая строка, вот это название и автор книги. Тема, идея книги, да, главный герой. Вот это уже прописано. Вам это трогать не нужно. Вам нужно вписать требуемую информацию вот в этой нижней части. Посмотрите, здесь подсказка. В этой строке пишем название и автора. Вы когда выбрали уже книгу, да, по которой будете делать электронный читательский дневник, что вы делаете? Вы входите в режим правка. Открываете вот эту таблицу и вписываете вот сюда, вот эту строку, стираете и пишете название книги и автора. Дальше, здесь в этой строке пишите тему книги, да, стираете вот эту надпись и пишете тему и так далее. После этого сохраняете изменения на Вики-странице и у вас должно вот в этой строке, вот в этой, появиться то, что вы написали. На самом деле все просто, главное внимательно работать. В ваш читательский дневник также будет необходимо вставить иллюстрацию книги, с которой вы будете работать, то есть вставить изображение. На прошлом вебинаре я уже рассказывала, как вставлять изображение в Вики, очень кратко напомню. Подготовленный файл в нужном формате и с оригинальным названием, да, это важно, сначала вы загружаете в Вики. В меню слева вы нажимаете ссылку «Загрузить файл», здесь мелко, но я думаю, вам видно будет. В открывшемся окне жмете кнопку «Выберите файл» и выбираете нужное изображение на вашем компьютере, жмете дальше кнопку «Открыть». И если вам система не выдаст предупреждение, что файл с этим именем уже существует, то вы нажимаете кнопку внизу «Загрузить файл» и картинка успешно загружается. Далее вы копируете имя загруженного файла, вот оно, полностью со словом «Файл» и с форматом JPEG, ну раз так загрузилось, вот это полностью вы копируете. Переходите на страницу вашего электронного дневника, открываете режим «Правка» и вставляете имя файла в раздел «Иллюстрация обложки книги». Вставляете картинку ниже заголовка, выделяете вставленное и нажимаете кнопку «А», «Б». Ну вот по этой же схеме, да, нажмете кнопку «А», «Б» у вас появятся двойные квадратные скобки. Вот сюда вставляете имя файла, то есть то, что вы скопировали, вот это сюда внутрь вставляете и нажимаете. Можно нажать «Предварительный просмотр», то есть вы посмотрите, что у вас получилось, но у вас еще это не сохранится. Либо можно сразу нажать «Записать страницу», если вы уверены, что все правильно сделали. Изображение вставится на страницу, но оно может оказаться достаточно большим. Паниковать здесь не стоит, вы можете картинку уменьшить. Снова заходите в режим «Правка» и внутри двойных квадратных скобок после имени файла, ну вот здесь, вот здесь у вас будет имя файла, вы ставите вертикальную черту и задаете количество пикселей картинки, например, 200 пикселей. Внизу, рядом с кнопкой «Записать страницу», да, вот есть предварительный просмотр, посмотрели, уменьшилась картинка, увеличилась. Если вам нужно еще уменьшить, уменьшайте где цифры, пишите там 150 пикселей или 100 пикселей. То есть вы можете эту цифру варьировать в зависимости от размера картинки, пока вас не устроят размеры, после этого записываете страницу. Посмотрите, вот таким образом будет выглядеть в вашем читательском дневнике вставленное изображение обложки книги. В режиме «Правка» вот так это будет выглядеть, вот этот заголовок, он уже будет в шаблоне, иллюстрация обложки книги. Ниже вы вставляете в двойных квадратных скобках ваше изображение, а в режиме «Чтение» оно будет выглядеть примерно вот так. В эту презентацию я еще раз вставила слайд с подсказкой, каким еще образом можно разместить изображение на вики-странице. На этом я не буду останавливаться, кому интересно, может поизучать, сам попробовать. Помимо изображений в электронный дневник вам будет необходимо вставить виджеты ментальной карты и творческой работы, которые вы будете создавать в различных сервисах. Кроссворды, это ребусы, цифровая история, что-то еще по вашему выбору. Платформа вики позволяет это сделать. Во многих сервисах требуется предоставление публичного доступа, чтобы работу, созданную вами, смогли увидеть не только вы, но и другие пользователи. Отчасти это похоже на работу с Google документами. Помните, в первом модуле вы открывали доступ для просмотра ваших технологической карты? Принцип такой же. Для примера возьмем сервис по созданию ментальных карт MindDom. Елена Григорьевна сегодня уже о нем говорила. Допустим, вы выбрали этот сервис. В вики есть справочная страница по работе с данным сервисом. А на слайде показано, каким образом предоставить публичный доступ к уже созданной ментальной карте в этом сервисе. А также, где взять HTML-код, который необходим для вставки виджета карты на вики-страницу. Итак, допустим, вы уже создали ментальную карту в этом сервисе. И хотите, чтобы вашу карту смогли увидеть все желающие. Так как пока карта закрыта для просмотра. Что вам нужно сделать? Вы нажимаете кнопку со значком глобуса. И в открывшемся окне нажимаете ссылку «Изменить». Выбираете режим. Согласитесь, похоже на Google документы. Тоже можно выбрать какой-то нужный вам режим. Но в данном случае точечку ставите напротив «Включить». Любой, у кого есть ссылка, может просматривать данную вашу ментальную карту. Таким образом, вы открыли карту для просмотра. И, естественно, сохраняете ваши настройки. Здесь же вы нажимаете кнопку стрелочку. Вот здесь вот стрелочка. У вас выпадает окно. Вы нажимаете «Вставить ссылку». И появляется вот такое окно. Вот здесь расположен тот самый HTML-код, который вам нужен, чтобы вставить виджет в Вики. Вы копируете этот код и закрываете окно. Теперь вам нужно виджет ментальной карты вставить уже непосредственно на Вики-страницу. То есть на страницу вашего электронного читательского дневника, допустим. Для вставки виджета в Вики существует общая формула. Вы видите ее на слайде. Вот она черным цветом. Вот это вот общая схема. Двойные фигурные скобки, открывающие и закрывающие формулу, как похоже на таблицу, да, только здесь двойные фигурные. Вот эти цифры означают ширину виджета и высоту, да. Вы можете их варьировать в зависимости от того, какой размер вам нужен. Данную формулу полностью необходимо скопировать, полностью, включая все вот эти скобки, и вставить в нужный раздел электронного читательского дневника в режиме правка. Ну, так как вы, допустим, мы разбираем ментальные карты, вставляете в раздел «Ментальные карты», да, вот эту схему. Еще раз повторюсь, это общая формула для вставки виджетов разных сервисов. То есть не только сервис Майндома можно так вставить, а многие другие. Я просто на примере этого сервиса рассказываю. Но в данном случае, да, мы разбираем сервис Майндома. В этой строке после букв URL равно вам необходимо вставить HTML-код вашей работы, созданной в сервисе. Этот код мы уже скопировали с вами, да. Если полностью на него посмотреть, он выглядит вот таким образом. Посмотрите, огромный код, куча знаков, цифр и букв. Нам нужно из этого взять лишь маленькую часть. Как правило, всегда такая часть начинается с букв HTTPS. Это вам как знак, что это начало ссылки. И очень часто эти ссылки находятся внутри кавычек. Вот видите, здесь кавычки. Если вы сомневаетесь, то обращайте внимание вот на эти знаки. Вот в данном случае мы копируем только вот эту часть маленькую из кода и вставляем ее вот сюда после букв URL равно. Не стирайте здесь ничего, просто вставьте вот этот кусочек ссылки сюда. В режиме правка это будет выглядеть следующим образом. Посмотрите, вот он этот код для вставки. И после URL равно вставлена вот эта часть ссылки. Видите? Код для вставки виджета вы сможете взять и скопировать на странице второго модуля мастерской в разделе справочные материалы. Вам будет проще. Вот просто скопируйте отсюда, когда вам нужно будет. Виджеты большинства сервисов вставляются подобным образом, как я сейчас рассказала в Вике. Но видеоролики вставляются другим способом. Там нужна другая схема. К примеру, вы создали видеоролик в качестве творческой работы, да? Или нашли замечательный фильм или мультфильм по книге, о котором вы рассказываете в своем дневнике. И хотите вставить это виджетом на страницу вашего дневника. Как это сделать? Во-первых, видеоролик должен быть размещен на Ютубе. Либо вы сами его там размещаете, либо вы нашли уже этот видеоролик там. Google аккаунт даёт вам возможность размещать видеоролики свои на Ютубе. Для вставки видеоролика существует другая схема. Вы видите её на слайде. Вот она чёрным цветом прописана здесь. Вам необходимо лишь скопировать эту формулу полностью так же, включая вот эти все надписи. Полностью скопировать. И вставить в режиме правка на вики-страницу читательского дневника в нужный вам раздел. Слова красного цвета вот сюда нужно будет вставить кусочек ссылки непосредственно на то самое видео, которое вы хотите вставить. То есть вот вы видео нашли, нажимаете поделиться под видео кнопка, и у вас открывается окно со ссылкой. И вот этот кусочек последний после косой черты вам нужно скопировать и ставить вот сюда, вместо слов, кусочек ссылки. Также вы можете сюда вот написать название вашего видео. Допустим, мультфильм по книге такой-то. Ну, или по смыслу там напишите. Схему поставки видеороликов вы сможете найти на справочной странице по работе с видео. А также ссылка есть в презентации и на странице второго модуля мастерской. И еще несколько слов я бы хотела сказать о работе на портале Вики-Сибириада. Есть возможность сделать фон вики-страницы цветным. Для этого нужно скопировать данную формулу полностью. Вот эту формулу. И ставить ее на страницу. И изменить код цвета фона страницы. Вот он этот код. Коды цветов вы можете найти в таблице HTML цветов. Ссылка также размещена в презентации в данной, на странице модуля второго вики и на странице правила по работе с вики. Если вы обратите внимание, то шаблон электронного читательского дневника имеет светло-голубой фон. Вы можете его поменять при желании. Также есть возможность изменить цвета текста на вики-странице. Вы можете изменить цвет как одного слова, так и всего текста полностью. Но в данном случае меняют цвет одного слова. Слово голубой делают голубым цветом. Полностью вот это вот копируют схему. И вот сюда вставляют слово, которое должно быть голубым цветом. И в режиме чтения вот так вот это будет выглядеть. Возможно изменить и шрифт. Вы можете попробовать это сделать у себя на личной странице или вики-странице электронного читательского дневника, использовав схему на данном слайде. По такому же принципу схема работает. И в заключении хочу еще раз напомнить, что все справочные страницы по работе с вики вы можете найти, нажав на кнопку «Помощь по работе вики». Она всегда находится здесь, вверху экрана. На этом у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы по работе вики-сибириаде, вы можете сейчас задать мне в чате. Пока, может быть, кто-то пишет вопрос, еще хочу добавить. Есть на вики страница со ссылками на справочные страницы по работе с сервисами. Вот эта кнопка «Сервисы вики», да, вам придется же работать в различных сервисах, вы можете воспользоваться данной кнопкой, данной страницей. Вопросов пока нет. Думаю, вопросы, как обычно, появятся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!